а сегодня 20 апреля пузырь запахивает то что выбирали оттуда снизу херово получается оттуда снизу херстит дошла херстит Я не спец по пахоте, но так, ковыряем. Под посев нам хватит. Но с навозом навоз тоже привезли. Как бы так. Ну и вот такая вот херня у нас получается. Что не смог выкорчивать. Вон валяется. Не захватывает. Вот. Отпиленные. Это я поднимаю плугом. Так, еще пару раз пройдусь. Прикорчу вот так. Я именно за 80-80 лет. Сыровато здесь. Ну вот так вот. Задискуем и засею травой. Чем здесь кустарник будет расти. 10 рулонов лишних соберу. Так, наверное, все в одно видео. Фигану. Вместе с корчеванием. Это у нас возле Селовски. Шульгино. От на 8 нам осталось. В августе, может в сентябре. Потому что здесь сыр оттонул полностью. А так мелочь. Осталось он не может ее захватить. Эту мелочь. Ну, работа до свина. И осенью все там дальше. До конца. До этого. Запашу. Начали Выправлять Осеннюю распашу. Придется, наверное, в 2-3 следа. Хреначист. А ту не знаю. Вечерашнюю покатую. Сейчас, может, подсохнет. Еще раз приедет. Сейчас будет возвращаться. Посмотрим. Да, еще 2-3 следа точно. Да, хреначист. Что-то на повышенной, что-то не пойму. Сейчас на 80-ке. Мы поднимаемся, по-моему. Они пусто. Так, пониже я засадил. Породу играть. Так, мы тонем. Переедем и посмотрим. Так, это плохо. Это плохо. Сейчас попробуем другим способом. Он туда, в зад. Сразу вырвется. Перецпили на 80-ку. Потому что 82-й у нас Низкий. Порода. Перецпили на 90-ку. Ну не так уж и страшно, а дерево-то уйти всё, вкус серьёзный. Сейчас вылезу, покажу. Прис бы не нагонить в поле. Ну вон там ещё 3, это 4, ну штук 5, наверное. А чищу от вон наешки креного объезжать. Сейчас масштаб посмотрим. Ну вот так вот это выглядит. 80-ка. Кто-то меня спрашивал, будет 80-ка рвать или не будет. Ну тут я считаю маленько подучиться, то есть понять как, где, чего и как, а больше ничего. И смотреть за полем, чтоб не топкое было, чтобы на 80-ке не остаться. Вот со второго раз, то есть один раз он в одну сторону поддел одни корни, а с другой стороны я дорвал и всё. Так что вот так как-то. Продолжаем на толутине. Вон большой вкус. Я его не смог взять в гости старым. Мне кажется, что 80-ка лучше вырывает, чем 82-ой. Или подсохло тоже. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать. Так. Я вырвал, но очень. Большую кучу вырвал. Сейчас покажу. Причём легко вырвал. 80-ка. Ну скорее всего, что подсохло. Вот ямина, где отдыхал у нас 25-ка. Её мы будем закидывать. Вот так как всё выглядит. И сейчас я завожу дорогу. Кажется, на 80-ке проще выдирает, чем этот. Ладно, окупы больше нечего. Тут последний. Заканчиваю. Вон те две можно. И вон ту дальнюю. Здесь площадка более-менее будет. Надо будет только что либо задисковать, либо засыпать навозом. И задисковать. А большую ямину, наверное, придётся засыпать грунтом. Ну чё, нашему крокодилу осталось только губы накрасить. Может подсохло, может чё. Это я вон затачивал одну сторону, а другую ничего не точил. Не делал. Кто первый раз смотрит. Это у нас самодельный. Заказывал я его сварщиком. Он мне сварил. Всё нормально. Единственное, я здесь с размером не угадал. Надо было повыше сделать его. Саму рамку и маленько наклон больше вперёд. Ограничители, чтоб ветки не лезли. Потому что всё равно он им кладёт и получается на рамку попадают деревья. Когда вперёд уже дёргаешь. А так на 80-х мне понравилось дёргать кусты больше, чем на 82-м. Там 82-й быстрее взорвался. Или может уже как бы набили руку из-за этого. Получается лучше. Ну не знаю. В общем, 80-х спокойно дёргает любые деревья. Ну не любые, но в пределах разумного. То есть она дёргает и без всяких проблем. Ну сейчас там тушь всё. Я его сломал. Плохо видно, наверное. Поеду я его зацепую, вывезу и до дома. Ну так, вот так. То есть не переживай. Эти десятки выполняют свою работу. Дёргает и всё нормально. Но сейчас пока комментируйте, что это всё нормально. Так, ну сегодня, наверное, второй день на 80-х. Тихо начало. Вот такое у нас дерево. Сейчас посмотрим, выделим его или нет. Очень толстая. Получается, что я на рядок задрал. Сейчас покажу. Вот так у меня 80-ка стоит. И вот такое вот дерево. Сейчас посмотрим, выделит, нет. Сделаем вставку. Надо ещё залезть на него. Дверка хлопает. По ногам. Так вот. Не очень удобно, но снимаем в реальном времени. Не в реальном, а без скрутки, чтобы было понятно, сможет он или нет. Опять задрали. По-моему, не сможет. Теперь ещё раз в зад. Как-то не сможет. Главное, что у нас осталось. Вот у нас дерево. Сейчас покажу, как это снаружи выглядит. так ну и так опту мы подкопаем так это снаружи выглядит вот и 80 ответ на вопрос может закинуть принципе кругом одни кусты наверно в эту сторону потому что ту буду чистить ладно